Передо мной стоит очень такая ответственная задача. Я вспоминаю, когда мне было где-то 21 год, я проповедовал на подобную тему. Правда, контингент людей был другим. Это была зона, где сидели люди, осужденные за определенные преступления. Наше служение евангелизации, оно заключалось в том, что мы делали три проповеди, и первая проповедь была о Боге. Я никогда об этом не проповедовал. Это была самая сложная тема для меня. Что можно говорить о Боге? Бог есть Бог. И этим все сказано. Я говорил о грехопадении человека, о его душевных переживаниях. Я мог говорить о том, что Иисус Христос спасает, и Евангелие, проповедовать Евангелие Царствия Божия, но говорить о Боге... Так случилось, брат, подошел перед служением и сказал, ты будешь говорить о Боге. Я заговорился с одним из заключенных, и мне нужно было говорить первым. Я говорил обо всем, начиная от бытия и заканчивая откровением. Это была самая худшая проповедь, которую когда-либо говорил в моей жизни. И когда после этого у нас был просмотр или разбор полетов, я знал, что братья были недовольны, потому что я сказал уже все за них. Я сказал, пожалуйста, там мы снимали видео, прокрутите мою проповедь. Я не хотел смотреть. Через несколько лет, когда осужденные начали освобождаться, они начали приходить в нашу церковь, один из них подошел ко мне, и у нас был разговор, и он говорит, а ты помнишь проповедь, когда ты говорил о том, что Иисус Христос стучит в сердце? Я говорю, помню, я помню, что я говорил предложение, и не знал, что буду говорить следующее. Но я снова продолжал говорить, и я не знал, что я буду говорить дальше. Он говорит, когда ты сказал эти слова, рядом со мной сидел человек, он говорит, слушай, действительно стучит. Послушайте, дорогие, я верю в то, что если Бог через немощную проповедь, всесильный Бог мог коснуться сердца какого-то грешника, тем более, может быть, сейчас Бог коснется твоего сердца. Я сегодня могу говорить больше, может быть, потому, что время прошло, немножко больше познания, но всякий раз, знаете, когда я еду по девяностке, я советую вам проехать. Когда вы едете вниз, уже спускаетесь к Сиатлу, и это ты делаешь днем в ясную погоду. Это не забывая ощущения. Всякий раз, когда я еду, я восторгаюсь этим видом, кажется, ты несешься в гору, дорога упирается в эту гору, и эта гора настолько громадная, и ты чувствуешь себя настолько маленьким. Знаете, когда я говорю о Боге, и у меня такое впечатление об этой горе, все, что я могу сказать, это дерево, которое передо мной. Я не могу открыть все его величие, всю его славу и все его могущество. Он настолько велик. Тема нашей конференции «Бытие» 17 глава. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Я хочу прочитать полный стих, потому что без полного стиха на мне открывается полная картина. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал «Я Господь всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Итак, в чем была проблема? Я думаю, что вы уже поняли, Аврааму было 99 лет. Бог пообещал ему потомство, он сказал, что от тебя будет потомство, как песок на берегу моря, как звезды на небе, никто не сможет исчислить. Но Аврааму было 99 лет. Знаете, это период жизни, когда уже нужно смотреть, где тебя похоронят. А не думать о том, что от тебя произойдет потомство. И Библия говорит о том, что его тело уже омертвело. Да, он умер в 170. Да, его отец прожил 205. Может быть, в то время люди были крепче, они жили дольше, но Библия говорит, что его тело омертвело. Всякая надежда уже умерла по-человечески. У него не было никакой надежды. Ему 99. Но он стоит перед проблемой. Бог сказал, что от него будет потомство. Но потомства нет. Он попробовал что-то там. У него был Измаил. Но это не то, что он хотел. Он понимал, что это не это. Аврааму 99. Бог говорит, я Бог всемогущий. Я хочу обратить внимание на эти слова. Слово всемогущий означает, и оно состоит из двух слов. Все и могу. Апостол Павел говорит, что все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. То есть, если слово могу или могущество, оно означает какую-то силу, какую-то power, что-то такое, что имеет огромную, огромную энергию в себе. И о Боге говорится. Бог говорит о себе, что я Бог всемогущий. То есть, я все могу. Я все могу. В нем сокрыт источник громадной энергии. Знаете, говорят так, что ученые говорят, что одно дерево содержит в себе столько энергии, если бы люди научились эту энергию вытащить из него. Одно дерево содержит в себе столько энергии, что Америку или Соединенные Штаты могли бы потреблять эту энергию в течение 10 лет. Эту энергию заложил Бог. И Бог говорит, я Бог всемогущий, но я кое-что еще хочу сказать. Перед тем, когда Он сказал, я Бог всемогущий, или всемогущий, Он сказал, я Бог. Я Бог. Видите ли, когда люди приходят к Богу, иногда у них создается такое впечатление, что они действительно приобретают Бога, которые всемогущие, и которым возможно управлять и направлять эту энергию, куда ты хочешь, послушайте, Он Бог. И мы не можем им манипулировать. И этим очень много сказано. Он говорит, я Бог всемогущий. Когда мы читаем книгу Бытье, эта книга начинается с первой главы, и говорится, что в начале Бог. Все, что было в начале. В начале сотворил Бог. В начале Бог. Когда еще ничего не было. То, что ты видишь, то, что ты знаешь, то, что ты чувствуешь. Библия даже упоминает такое слово, когда не было начальных пылинок Вселенной. Что было тогда? Атеистический мир говорит о том, что была какая-то энергия. Энергия, которую не было видно. Это было заключено в одной точке. Хотя раньше они утверждали, что мир существовал всегда. И однажды произошел такой big band. Все взорвалось. Библия говорит о том, что в начале Бог. И Он сотворил из ничего. Когда ничего не было. Он был всегда. У Него нет начала. У Него нет причины. Он бесконечный и безначальный. Это трудно понять. Но это факт. И Библия, которую мы читаем, друзья, дорогие, она не доказывает существование Бога. Это слово Бога. Но она не доказывает существование Бога. Библия говорит как о факте, который совершен, который есть. Это слово Бога о нем же. Слово, которое открывает нам Его силу, Его могущество, Его власть, Его авторитет и Его любовь. И именно Его любовь, она проходит красной нитью через всю эту Библию для того, чтобы показать мне и тебе, что Бог хочет от тебя и от меня. Поэтому это слово, оно вскрывает или открывает нам его характер. Почему Он сотворил тебя? Для чего ты существуешь на этой земле? Так получилось, я не знаю, почему. Я скажу, что я буду читать и 17 главы. Я не выбирал специально. Бытие 17, Первое Царство, 17 глава, Деяние Апостолов, 17 глава, Исаия 40 глава. Деяние Апостолов, 17 глава, это проповедь апостола Павла в Афинах. Он находился среди людей, которые были религиозными, они были достаточно умные, это были мудрые люди, это были ученые люди, это были философы. И с 22 стиха, И стал Павел среди аэропага, сказал Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая вашей святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, всего то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание, и все, Он от надной крови, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. И так мы, будучи образом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. и там дальше описывается их реакция. читая эту проповедь, я хочу, чтобы вы ее прочитали дома, еще раз и еще раз. Здесь говорится о том, как Бог сотворил мир и для чего Он его создал. Я хочу задать вам один вопрос. Вы подумайте над ним. Почему Бог еще до сих пор держит тебя живым на этой земле? Видите ли, в чем вопрос? Он Бог. И Он создал все для себя. Он создал меня и вас для себя самого. А если Он создал для себя, у Него есть определенная цель. И этой цели Он достигнет. Но только как? Когда апостол Павел проповедовал афинянам, это были люди, у которых было свое представление о мироздании, свое представление о Боге. Это были идолопоклонники. В языческом мире существовало очень много богов. История говорит о том, что у них было столько много богов, что иногда шутили, что в Греции или в Риме богов больше, чем людей. Они всегда принимали все новое. Их боги воевали друг с другом. И можно было задобрить одного бога, чтобы натравить его на другого бога. если ты хочешь что-то получить. Это были боги, которыми можно было как-то манипулировать. Или в сознании людей было такое сознание. Друзья дорогие, у многих христиан такое сознание. Они думают, что Богом можно манипулировать. Бог – он бог. Он всемогущий бог. И пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Только очень важно успеть преклониться раньше, для того, чтобы не кланяться ему, когда он придет судить этот мир. тогда будет поздно. И апостол Павел проповедует Евангелие, говоря о Боге этим людям. Он говорит о том, как Бог сотворил мир и что Он произвел человека от одного, от одной крови. И он говорит, что есть существует один Бог, все остальные боги это вообще не боги. И поклонение им это пустая трата времени, денег, средств и жизни вообще это ничего не дает. И он говорит дальше, цель назначения человека, дабы они искали Бога. Зачем Бог сотворил тебя? Для того, чтобы ты искал Бога, не найдешь ли? И более того, не ощутишь ли Его во внутренности своей? Ты ощутил Бога? Ты встретился с Ним? Именно это проповедует апостол Павел, дабы они искали Бога. Это вопрос, который поставил перед тобою Бог. Он открывает тебе через свое слово. Ты должен его найти. Это хорошо, что ты ходишь в церковь, что тебя родители водят. Тебе, может быть, нравится и даже в хоре петь, или еще что-нибудь делать. Ты Бога должен найти во внутренности своей. Пережить его. Испытать его. И тогда, как говорила Артем, из шести тысяч, четыре, которые ушли, они не уйдут. Найди Бога. Ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им движемся, живем, движемся и существуем. Так, дорогие мои, мы живем по его воле. Мы не просто продукт случайности, ошибки. Кто-то что-то неправильно понял. Может быть, ты не просил этого. И может быть, ты задаешь этот вопрос, потому что мучаешься в своей душе, праведной или неправедной. И говорит, зачем я вообще живу на этой земле? Зачем Бог создал? Я никого не просил. Бог назначил день, в который будет судить всю Вселенную. А если он будет судить, нам, соответственно, нужно отреагировать на его слова. Это не угроза, это говорит Библия. Дорогие мои, я знаю, что у вас очень много проблем. А если у кого-то нет проблем, то вы уже в проблеме. что вы не видите, что у вас есть проблемы. Кто-то сказал так, какие вы счастливые, что вы не знаете, какие вы несчастные. Друзья дорогие, мы живем в мире, который исполнен зла. Проблема в том, что ситуация не улучшается. вы испытываете прессу, какой-то пир прессу. Возможно, ты испытываешь искушение. Может быть, твоя проблема, она связана с семьей. Возможно, со служением, с финансами, с работой. у нас всех есть свои проблемы. У Авраама была проблема. Он не мог ее решить. Это проблема, которая была выше его возможности. Он попытался ее решить, но это было неправильно. В этом огромном мире, в котором Бог позволил нам жить, нам нужно исполнить его волю. Но мы имеем проблемы. Это слово, я хочу, чтобы оно утешило тебя, и оно было для тебя. Я Бог всемогущий. Что это значит? Что он может дать силу тебе пережить твое искушение. у него есть сила для того, чтобы разрешить твою семейную проблему. У него достаточно сил, чтобы решить твои финансовые проблемы. Или вытащить тебя оттуда. У него достаточно сил. Книга пророка Даниила говорит о мужах, троих, которых бросили в печь, но перед этим они сказали слова, что Бог силен сохранить нас от печи, но в печь их бросили. Дорогие мои, не только от печи, но даже в печи. Аллилуйя! Когда я смотрю на это, я думаю, насколько велик Бог. Я хочу читать еще одну историю. Это история царя Давида. Первое царство. Филистимляне собрали войска свои для войны, собрались в Сокхофе, что в Иудее расположились станом между Сокхофом и Азеком, Ефес Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом был шести локтей и пяди. Девять фитов, больше девяти фитов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешущую броню, вес брони его пять тысяч сиклей меди, медные наколенники на ногах его, медный щит. И дальше и древко копья его как навоют качей. Я думаю, что вам очень мало что говорит это, но мы понимаем, что это что-то серьезное. Но проблема другая. Он встал и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Ну и так дальше. Там описывается история, как он поносил Израиля, как он поносил Божий народ, он поносил фактически Бога Израилева. Знаете, филистимляне восторгались этим человеком. Вы представляете себе в своем войске иметь человека, которого все боятся. Да им и воевать не надо было. Евреи и так уже готовы были сдаться. Просто ждали команды. Когда он только выходил, они убегали, у них все дрожало, они просто упали духом, и даже царь Саул, он боялся. Это проходило время. Я думаю, что израильтяне думали, если бы он был у нас. Они смотрели на него, ого, проблема слишком велика, ее невозможно решить. Когда Давид пришел, там было уже три его брата. Я не знаю, по какому отбирали или выбирали этих воинов. У него было, их было восемь, Давид был восьмым, но только три пошли, наверное, они были самыми подготовленными, самыми лучшими. Давид не проходил ту категорию, которую брали на войну. Возможно, по возрасту, возможно, по росту. Я не знаю, каким был Давид, Библия не говорит об этом. О Сауле говорится, что он был выше всего народа на голову, но о Давиде не говорится. О нем говорится, что он был белокур, красив, я не думаю, что он был такой, как я. Я думаю, что побольше, но это лично мое мнение. Но когда пришел Давид, и он посмотрел, и он только услышал, и он сказал, кто этот необрезанный, который поносит воинство Господне? А у него что, не было страха? Давид, ты вообще реально смотришь на ситуацию? Посмотри на себя и посмотри на него. Ну, наверное, если бы я попросил Юру подойти сюда и вы сравнили бы меня и его нам не бороться. Но там, я думаю, что были размеры побольше. Как справиться с этой ситуацией? Конечно, филистимляне улыбались, а евреи дрожали. Вы знаете, в нашу жизнь иногда приходят такие проблемы, которые невозможно решить. Они стоят перед нами, как Голиаф. и ты не выдержишь выхода, а выхода нет. И когда мы попадаем в такие ситуации, как будто бы ты попадаешь в течение, в стремительную бурную реку, и ты находишься в лодке, а у тебя нет весел, чтобы гребти. И ты понимаешь, это твое состояние или положение, оно безнадежно. что-то подобное было с евреями. Но у Давида был другой взгляд. Он видел немного дальше, чем Саул. Он смотрел дальше, чем Голиаф. Он смотрел на проблему совсем по-другому. Он Бога видел. Он Бога ощущал. И когда он смотрел на Бога и смотрел на Голиаф, а то Голиаф был никто. Я хочу прочитать Исаии 40-ю главу. Эта глава особенно меня вдохновляет. Эта глава, которая начинается со словом «Утешайте, утешайте народ мой». Там пророческое слово об Иоанне. Но там дальше говорится слова с 12 стиха. Бог утверждает Израиля. Они находятся в состоянии, в котором проблему они решить не могут. Было ли это состояние как подобно во времена Давида, но Бог утешает Израиля, говорит, кто исчерпал воды горстью своей. И пядью измерил небеса, и инвестил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы, кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его. Пятнадцатый стих. Вот народы, как капля из ведра и считаются, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он. Семнадцатый. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Двадцать второй. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущая на нем, как саранча пред ним, он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул их, как шатер для жилья. Двадцать шестой. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Я чуть-чуть делал такой ресурдж. чтобы вникнуть в это слово. Скажите, вы можете себе представить, вы стоите возле океана, очерпаете рукой воду, а он воду эту исчерпал. Он пятью измерил вселенную. Пять – это расстояние между этим пальцем, ну и этим, или этим. он ее просто померил. Это Бог, в Которого я верю. Есть ли что невозможное для него? Только подумайте, самая ближайшая звезда, которой нужно лететь со скоростью света, а скорость света шестьсот семьдесят миллионов майл пер ауру. И к этой звезде с такой скоростью нужно лететь 4.3 года. Это называется световой год. А он измерил это все пятью. Когда мы смотрим на солнце, которое перед нами, оно выглядит где-то около полуметра, но чуть больше фито, да, полтора фито. То, что мы видим. Но если реально понять, какие его размеры, возьмите 13 ведер зерна, высыпьте в одну кучу, а рядом положите зернышко, вот такая наша земля по сравнению с солнцем. но есть звезды, которые в 600 раз больше, чем наше солнце. Вообще в этом мире люди насчитали то, что люди смогли насчитать. Количество звезд 10 с 24 нулями, а он знает всех их по имени, он выводит воинство их счетом. Вообще во Вселенной существует больше, более нежели 100 миллиардов галактик, а земля, которую он взвесил, люди пытаются ее взвесить и имеют какой-то удельный вес этой земли, но они говорят, что эта цифра очень неточная, потому что каждый год на землю падает 30 тысяч тонн космической пыли, и земля изменяется в весе, но Бог рассчитал так, что эта земля не сбивается со своего курса. Это Его мудростью все устроено. Можешь ли ты состязаться с Богом? Когда-то было слово к Иову. Дорогие мои, Давид говорит, когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которых ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, есть сын человеческий, что ты посещаешь его. А теперь, дорогие мои, Давид, который знал Бога, который распростер небеса, который создал эту вселенную, который настолько могуществен, что пятью измерил небеса, что вместил в меру прах земли, которому всему все подвластно. Он сделал это своим словом из ничего. Бог смотрел на этого Бога, смотрел на Голиафа. Голиаф просто потерянный по сравнению с Богом. Нет проблемы. И тогда, когда все дрожали, Давид идет, берет пять гладких камней, некоторые говорят, что он на всяк случай, там, на его братья, я не знаю, зачем он взял пять. Библия не говорит, почему он взял пять, но ему хватило одного достаточно, потому что он шел с Богом, чтобы Голиаф был побежен, чтобы Израиль избавился от проблемы. Дорогие мои, твоя проблема это вовсе не проблема, когда ты посмотришь на Бога, но очень важно подчинить себя Его воле. Иногда мы попадаем в проблемы, потому что мы не там ходили. Но и даже тогда, даже и тогда, когда мы попадаем в эту проблему, у Бога есть милость для того, чтобы вытащить нас с этого болота. Нет такого болота, с которого Он не мог бы тебя вытащить. Нет такой проблемы, которую Бог не мог бы решить. Более того, послушайте, почему меня это восторгает? Однажды я шел с молодежного служения. Это было давно, лет 25 назад. Я посмотрел на небо, я увидел это звездное небо, я понимал, что это расстояние слишком большое для того, чтобы его осознать и понимать. Я не знал много того, что я сейчас знаю, но, дорогие мои, я посмотрел на это и сказал, слава тебе, Господь, что ты мой отец. Аллилуйя. Это мой отец подцепил эти звезды. Это мой отец сделал эти горы. Это мой отец повелевает волнам, ветру, буря. Это мой отец. И знаете, что еще? Он сказал в своем слове, чтобы я молился молитвой Отче наш, Отче наш. Я молюсь этой молитвой. А теперь вспомните 90-й псалон. о котором говорил Артем. Я хочу его прочитать. Я хочу его читать вместе с вами. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловцов от гибелью язвы, язвы, перьями своими осенит меня, и под крыльями его я буду безопасен. щит и щит и так идущим. Почему я так читаю, друзья, дорогие, это ко мне слово и к тебе. Видите, иногда нам нужно просто поменять, потому что, когда мы читаем в общем, мы относим это в общем. Ибо я сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем своим, не приключиться ко мне зло, и язва не приблизиться к жилищу моему, ибо ангелом своим он заповедовал обо мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не прикнусь я о камень ногой моею. На спидой Василиска наступать буду, попирать буду льва и дракона, за то, что он, за то, что я возлюбил его, он избавит меня. Вы читали когда-нибудь так? Тогда, когда вам трудно, когда вашу проблему вы не можете решить, когда вам страшно, когда у вас нет выхода. Это Божье обетование. Он сказал, молитесь так, Отче наш, Отче наш, Отче наш. Друзья, дорогие, я хочу, чтобы вы познали безначального. Прочитайте Ефесянам, первая глава. Апостол Павел молится и говорит, я молюсь о вас, чтобы Бог славы, чтобы Он открыл вот это могущество Его в нас. Поэтому апостол Павел и проповедовал, и говорил, что Бог назначил день, и Он определил для нас, чтобы мы искали Его, не найдем ли Его во внутренности своей. Мы идем к молитве, друзья, дорогие. Я хочу просто с вами кратко помолиться. Я хочу воздать славу Богу, Который всесильный Бог, и Который, возможно, Твой Бог. Воздай Ему хвалу. А если Он еще не Твой Бог, то у тебя есть возможность, чтобы Он стал Твоим Богом, Который могущий спасти от погибели. Давайте склонимся. Субтитры создавал DimaTorzok